Всем привет, с вами снова канала Крок Хрониклс и сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, которая касается здоровья вашего крокодила. Ну а перед этим хочу поговорить вот на какую тему. Многие в комментариях пишут, почему у такого канала так мало подписчиков и так мало просмотров. Дело в том, что канал мы активно вести начали всего примерно 5-6 месяцев назад и видео стали появляться примерно тогда же. Даже несмотря на то, что канал существует с 2014 года, я его завел только для того, чтобы скидывать туда несколько видосов на тот момент, которые мне необходимо было, чтобы они были в сохранности. А как таковым каналом я начал заниматься совсем недавно. Именно отсюда и, конечно, такое маленькое количество подписчиков. Все, что зависит от меня, я делаю в плане развития канала. Дальше все будет зависеть от вас, насколько вы часто заходите на канал, насколько вы много ставите, оставляете комментариев, пальцы вверх и так далее. И, конечно, если вы делитесь где-нибудь в социальных сетях и в подобных местах, чем больше вы будете делиться, тем быстрее и эффективнее будет развиваться наш канал. Ну отсюда, конечно, более качественные видео, больше идей, больше животных и так далее. Но сегодня мы поговорим с вами на важную тему, а именно как подготовить корм для крокодила, для того, чтобы это было максимально безопасно. Попадались такие кадры, что спрашивали, почему же их крокодил, ну, либо крокодил на их работе, за которых они несут ответственность, все время болеют. Не мудрено, ведь почему-то считается, что коли крокодил штука древняя и сильная, то и жрать может чуть ли не кирпичи, и ничего и от этого не будет. Но открою секрет, зубы крокодила вовсе не для того, чтобы дробить лед. Сам суперкрокодиловод почему-то не ест промороженные стейки, но считает, что кроку и так сгодится. Поэтому, подойдя к морозилке, достает кусок мяса, снимает упаковку и тут же кроку в пасть. Ну, может подразморозить чуток, конечно, чтобы не убить броском этого булыжника животину. Но суть от этого не меняется. А что в итоге? Правильно, сильное переохлаждение, вследствие чего крокодил начинает болеть. Перед тем, как пища попадает в желудок человека, субъект ее откусывает. Жует, так чтобы в горле не застряло. При этом она греется при температуре 37,3 градуса. Это температура во рту человека. И только после этого попадает в пищевод и желудок. Крокодил же глотает кусок целиком. И холод от промороженного куска расходится по телу изнутри, понижая температуру. Ну, я думаю, вы знаете, насколько опасно для крокодила понижение температуры. Однако не стоит впадать в крайности, ведь иногда, задумавшись, что холодное мясо не есть хорошо, горе-крокодиловод заливает его крутым кипятком. И по мере разморозки доливает кипяток, пока не получится пловосварившийся кусок мяса. После чего отправляет в конечный пункт назначения, то есть в бездну крокодилей пасти. И эта ошибка тоже крайне опасна, ведь при обработке мяса высокими температурами происходит изменение мышечных белков. Это явление называется денатурация белка, и такое мясо уже намного хуже переваривается в желудке крокодила, который в принципе не предназначен для переваривания таких белков. Плюс слегка проваренное мясо и особенно жир при комнатной температуре хранится буквально несколько часов в свежем виде. Потом начинает активно тухнуть, переваривание занимает больше времени. В результате у крокодила полный желудок тухлого мяса, что, как вы понимаете, просто ужасно. Конечно, самый лучший способ подготовить мясо для крокодила, это вытащить его из морозилки, либо из холодильника и оставить при комнатной температуре для того, чтобы оно размораживалось. И не засовывать его в кипяток и, конечно, ни в коем случае не давать его замороженным. И то, и другое, это достаточно опасно. Вы вставите его просто в миску и пусть оно там размораживается. Через несколько часов оно станет хорошей, нормальной комнатной температуры, слегка теплым, и его можно будет добавить крокодилу без опаски. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, и наш канал будет развиваться быстрее и будет все больше новых интересных видео. С вами был Крок Хрониклз. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok